12 родителей, чьи дети в этом году заканчивают школу, приняли участие в акции. Каждый год меняется предмет, по которым проходит экзамен. Сегодня было предложено попробовать свои силы в выполнении задания по истории. Моя дочь учится в 11 классе, и скоро ей предстоит сдавать ЕГЭ. И, конечно, мне очень любопытно узнать, что это такое, потому что я ЕГЭ не сдавала, когда заканчивала школу. Поэтому я с радостью согласилась поучаствовать. В этом мероприятии на подготовку, если честно, у меня не было времени. Но дочь немного меня проконсультировала. Классный руководитель предложил поддержать ребенка своего. И я подумала, что действительно нужно поддержать и показать, что это не настолько страшно, как это гуссируется во всех информационных изданиях и нагнетается. Поэтому мы здесь со всех школ, все родители решили поддержать и показать, что мы готовы, мы справимся со всем, и наши дети также благополучно закончат и сдадут эти все экзамены. Мой ребенок учится во второй школе, крайник Анастасия. И хотелось бы пройти, ощутить, как это ЕГЭ, так как мы в свое время не сдавали таких экзаменов, и хотелось попробовать. А вам дочь помогала в подготовке к экзаменам? Ну, мы просмотрели вопросы, какие были в 2023 году. Ну, так, немножко помогало, да. Родители получили возможность пройти всю экзаменационную процедуру от начала до конца. Теперь на своем опыте они знают, как осуществляется контроль на входе в аудиторию, какие соблюдаются меры безопасности в пункте проведения, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Сегодня родителям предлагается пройти полную процедуру от регистрации и сдачи личных вещей до прохождения в аудиторию, получения, соответственно, контрольно-измерительных материалов, заполнения бланков регистрации и выполнения работы. Вся эта процедура займет примерно 40-50 минут, после чего родители смогут сдать свои работы и покинуть аудиторию. Результаты сегодняшнего пробного единого государственного экзамена для родителей станут известны буквально через 7 дней. Что касается первых испытаний по единому государственному экзамену для выпускников, то они начнутся с 23 мая. Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.